Добрый день, дорогие мои! Я продолжаю путешествие по нашим деревням и селам нашего Пестяковского района. И сегодня мы с вами в селе Беклемище. Беклемище. Вот здесь в селе такой замечательный храм. Храм Воскресения Славущего. Название интересное, но интересное то, как я вам вчера в Шуе говорил, что это воскресенье храм. Храм построен в 1823 году, начали его строительство. И воскресенье это такая, что ли, памятка о старообрядцах, поскольку у них до реформы Никона воскресенье было основным знаком спасения человека. А уже после реформы у нас распятие, вот мучения Господа в основном стали. А это воскресенье Славущего. И храм действующий, его открыли в 90-е годы. Я приехал, посмотрел, тут все рушилось. Поехал к епископу, попросил, чтобы обратили внимание, дали батюшку. Ну и так вот со всеми батюшками потихоньку имел отношения. Был самый хороший тут отец Александр, который был архитектором, главным архитектором центра Хруничева в свое время. И он, конечно, вот здесь очень хорошо и много всего восстановил в этом храме. Но мы с вами в селе, и мы поэтому с вами немножечко поговорим об этом селе. Село достаточно большое и было еще большое, и было достаточно такое оно, можно сказать, зажиточное. Известно село с 1760 года. Вот на этом месте была построена, даже были построены две деревянные церкви. Потом они сгорели, эти церкви, то есть в 1760-м их построили, а потом они сгорели. И вот уже на их месте построили вот этот новый храм. Село Беклемище берет свое название от границы. То есть на татар, это татарское название, но Беклемище это стоящий на границе. Стоящий на границе. Интересно, что тут действительно была в определенной степени граница. Мы вообще находимся в месте, где несколько как бы границ. Вот с той стороны у нас живет Мар-2. В той стороне, в южной стороне, значит, в той стороне у нас живет Меря. А здесь вот между Мерей, которая на Волге жила, и между, значит, жила еще и Мурама народности такие. Это сейчас никто не имеет каких-то внимания к этим народностям. А раньше это было достаточно серьезно. Но вот почтовый пункт работает. И поэтому границы соблюдались. То есть Мар-2, Меря, где пистяки, и Мурама вот там за Беклемищем, а потом опять Меря. Поэтому здесь вот и была граница. Но эта-то граница была и во время нашествия татар. Здравствуйте. Как живы ваше село? Да нормально. А чем оно живет? Ну, магазины есть, клуб есть. Работает и магазин, и клуб. А сельское хозяйство как-то работает? Что-то есть? Только лесопилка. Лесопилка. Да. Вот там где-то, да? Да-да-да. Вот видите, только лесопилка. Была граница еще и когда татары захватили. И вот они Мерю как раз вот здесь не захватывали. А вот там они прошли, там на территории Родниковского района есть такие Батыева. То есть вот признаки этого. И мы помним, как в Парской пришел Иоанн Грозный с войском. Там причастились и начали бои. Бои уже там были с татарами. Поэтому тут была еще и такая граница. А это мы Беклемище все еще видим. Здесь вот что-то с вентилятором. Наверное, была школа всего скорее. И тут вентилятор для столовой школьный. Здесь еще какие-то дома вот такие. Ну, построены, конечно, в основном в советское время эти дома. Как я понимаю, они такие здесь. Либо это старенькие обделанные, я уж точно не знаю. Ну, не знаю, что тут с 760-го года. В архиве это не очень много. В архиве интересная история про то, как около церкви один человек хотел построить магазин винный. И ему не давали. Целые битвы были за то, чья земля, почему он эту землю использует таким образом. Ну, какой-то садик и даже чья-то машина большая. И поэтому ничего тут сказать особенного нельзя. Здравствуйте! Здравствуйте! А как вы живы-здоровы в Беклимищах? Что у вас тут еще есть? Все нормально пока. Все живы-здоровы, все хорошо. Все хорошо. Одни пенсионеры, наверное? Почти да. Вот, поэтому и живете еще более-менее. Вот, их-то почти здесь никого нет. Есть, конечно, но немного. Ну, работа-то, наверное, никакой? Ну, только что ребята работают. Вот на пилораме, мужики. На пилораме. Большая пилорама там, да? Нормально. А в округе кто-то лес валит, да? И поэтому они... Здесь никто не валит. Здесь уже все. Больше ничего. А откуда же они? А, я не знаю, откуда-то возят. А, прямо и вот до вас, до этой пилорамы. Интересная история. А здесь выловы... О, давно. Слушай, ну какие тут леса-то хорошие были. Были в свое время. Грибные, ягодные. Теперь не знаешь, куда сходить. Да. Вот наступит это, не знаешь, кругу. Кругом они и делянки, куда они осыпаются. То есть уже и такой мелкий лес выпиливают? Ну, мелкий-то вот такой, куда его, ее никуда не возьмут. Ну, говорят, Эггерт берет на какие-то щепы. На щепы или на что. Да. Ну, кругом они делянки, да? Кругом они делянки. А сколько жителей примерно сейчас осталось? Человек-то сто живет. Сколько? Сто. Побольше. Побольше, да? Человек, наверное... Двесть, триста вернее. А, вот так, да? Вот так, да? А чем заняты? Телевизор, храм? Чего, вот я на пенсии, чего я сидел? Вот целый день, вот что-нибудь съеду всякие. И все. И телевизор. И все, и больше никак. И еще куда деваться-то. Была бы, хотя работа, поселила возможность. Да. Был бы, как колхоз, другое дело. А колхоз нет. Куда деваться? Ну, да. Ну, извините, спасибо за интервью. Вот. Вот такие рассказы. Ну, опять, я улыбаюсь, конечно, на глазах слезы от того, что мы такую видим русскую деревню, которая веками, веками давала здесь силы и давала приток живого, здорового населения. Еще раз отсылаю там вот к книге Шелихова. Как он об этих краях рассказывает, интересно. Мы видим вот далеко там эти дома. И это потому, что беклемищи были из трех частей состояли. То есть были непосредственно беклемищи. Вот. Автобус пришел. Непосредственно беклемищи. Были средние беклемищи. И были малые беклемищи. Безрукавные. Оно так называют. Это деревни потом. И жители изначально, вот по первым переписям, было тут жителей где-то 170 человек. Последняя перепись была 234, что ли, человека. А сейчас, вот посмотрите, какое большое количество он называет жителей. Что еще 300 человек здесь живет. И это достаточно удивительно, что при том, что негде работать, нечего делать, люди все-таки не покидают свое село и живут и радуются. Вот куда-то приехали и спешат. На автобусе. Так, я иду в сторону клуба. Простите, а где клуб у вас? А, вот тот с колоннами, да? Иду в сторону клуба. Вот. Средние и малые беклемищи, я вам уже это сказал. Вот. И мне это интересно то, что они соседствовали действительно с муромой. с народностью. Мне кажется, это как-то повлияло на определенную вот род людей, которые здесь живет. Потому что, когда я сюда приезжаю и когда разговариваю здесь с людьми, у меня были тут интересные, то я вижу, что тут такие большие, крупные и такие военные, что ли, люди. Я с военными, кстати, и встречался. Вот так. Достаточно интересно. И такая особая русская порода. Русская порода. Кстати, здесь недалеко большая муромка, маленькая муромка в Верхнеландьяховском районе. Я считаю, что Илья Муромец оттуда родом. Потому что он в Кинишму есть такая былина, как он в Кинишму ходил змею побеждать. А что ему из Мурома идти в Кинишму? Это отсюда до Кинишмы. рукой подать. А из Мурома в Кинишму смысла нет. Вот мы приближаемся. Тут вот детский садик. Похоже, детишки и раскрашено под детский садик. Наверное, детский садик. Детишки на нас смотрят. Вот я прошел насквозь. Те, кто давно здесь не был, наверное, увидели свои дома. Увидели окружающее пространство, которое здесь есть. услышали о том, что здесь у нас с вами происходит. Ну и я пришел, как всегда, показать вам, как живет клуб, потому что сейчас только по клубам и церквам можно судить, как живут в деревнях люди, чем они тут живут. клубы все-таки маленечко выживают. Ну вот мы заходим в это интересное пространство. Здравствуйте! Можно к вам? Ну у вас тут все по-серьезному. Какие-то папочки какие-то, отчетики. А тут, знаете, Тут танцевальная площадка, как я понимаю. Стоят. У вас тут танцевальная площадка, да? Ууу, зрительный это зал какой большой. Вот это да. Слушай, все чистенько. Какое-то крашеное, новенькое. Пахнет хорошо. Как у вас уютно. Недавно ремонт, что ли, делали, да? Да, недавно у нас сделали ремонт. Зрительный зал. Все сделали. Смотрите, сами у нас чистота и порядок. Да, я и говорю, прямо и шторки новенькие. Да, шторы нам задние, кулисы. Да. это нам Любовь Владимировна купила. Робустова опять. Да, и она нам ставила окна. Восемь окон. Это фойе и в нашу кабинет. фой есть это так обновило? Ну, да, вот у нас еще как бы не все доделано, но думаю, что все со временем будет нормально. А чем вы тут развлекаете что ли людей? Я сейчас поговорил с людьми, человек 300 живет что ли в деревне, да? Да, примерно так. И они сюда ходят и сами какой-то самодеятельности ведут или что? Конечно, у нас тут много. концерты, все мероприятия проходят в клубе. Концерты сами делаете или кто-то приезжает еще? На праздник села тоже приезжают, выступают, тоже спонсором является Любовь Владимировна. Я куда не приеду везде Любовь Владимировна. А вот с какой стати она берет и помогает вам? Ну, это ее, наверное, надо спросить. Да? Ну, вы вот так ходили, просили, что-то там обращались. Что-то нам нужно, да, мы ходили и просили. И каждый раз, когда надо, вы идете и у нее просите, и она откликается каждый раз, да? Ну, да, она не отказывает. А государству нормально сейчас? Вот у вас зарплата есть, там не задерживают. Мы тоже МОКДК, сделан нам зрительный зал. Мы отремонтировали кровешок, так что... Потому что ведь это не только Любовь Владимировна, конечно. Основная это все равно государственный вклад. не Любовь Владимировна. А государство, вот там приезжает, наверное, из отдела культуры, начальник там все смотрит. у нас есть свой директор, как бы, и поэтому... Директор чего? Директор МОКДК. А, вот так. и он за этим все следит, как и где, чего делается. Да, конечно, в первую очередь мы обращаемся к ней. А вот если что-то они не могут, мы обращаемся. А кто это директор у нас? Любовь Михайловна Сухова. Сухова. Ну, видать, тоже заботливый. Я гляжу, везде такие дома от культуры в порядке в таком. Ну, да, поддерживаем, стараемся. А куда еще на селе будем ходить, кроме как не в культуры? Дети-то есть? Дети есть, да. На селе-то, да? Еще, еще рожают, да, как-то? Ну, да, есть и маленькие. И у вас какие-нибудь кружки им существуют? Да. Спасибо. Ну, вот, все увидели, теперь и бекли мещи. Жалко, мы храм там закрыт, не зашли, не посмотрели. Вот. А источник, туда можно пройти или там, как, не знаете, дорога-то прочищена. расчищена, сейчас не знаю, потому что столько снега выпало. Но, вот, на Крещении было все расчищено. Там даже подъедешь туда и развернешь. Понятно. Спасибо вам. Спасибо. Ну, смотрите, мне, конечно, даже удивил маленечко такой этот. Я в свое время был руководителем в культуре, в том числе в сельском и родниковском районе. И, конечно, содержать клубы было очень тяжело, даже в то время. Вот. Они были и поновее. А сейчас, получается, вот, некоторые клубы, не знаю, сколько закрыты или не закрыты, но, в основном, даже вот такой, он, глядите, неплохо содержится и приятно на него посмотреть. Все. На этом, в общем-то, спасибо всем, кто поучаствовал в этом фильме. Вот вам издалека еще раз эти беклимищи и все это. Ну, и я спасибо скажу, Любовь Владимировна, потому что эта поездка осуществилась в рамках нашей договоренности. С ней она мне обещала, что будет помогать ездить по району и снимать вот наш район, его историю, его это. Ну, и вот это уже третья поездка, я вот так вам сообщу, с которой мы осуществились с ее помощью. Все, спасибо за внимание.